Сегодня на официальном канале родителей Влада Бахова будет шалаша. Я не знаю, кто может поверить в это, что ребёнок дошёл туда сам. Я не верю, я не могу в это поверить. Видела, как несколько раз родители проходили туда. Народное слово. С ними было. Не могу. Вот убейте, не поверю. Я понимаю, что моё мнение, возможно, кому-то будет близко, кто-то его не поймёт, но всё более запутаннее становится эта история. Как можно было туда дойти Владиславу? Тем более в том состоянии, в котором нам, так сказать, показали, что он был. А потом некоторые друзья пытались подтвердить, что он часто выпивал. В это я также верить не хочу и не собираюсь в это верить. Это моё личное мнение. Если даже ребёнок и выпивал подросток, то, скорее всего, не до такой степени. Именно про тот день хотела бы заострить внимание. Опять же, что Влад был не в трезвом состоянии по соотношению от других участников. Тут только одно мне приходит в голову. Я так думаю, что ему что-то подлили, подсыпали. Возможно, выпивку. Ну, как это так получается? Все трезвые. Один Влад, так скажем, очень не трезвый. И именно он теряется. Моё мнение, что это было всё запланировано, умышленно. По-другому это не назовёшь. В самом начале этого, так сказать, дня, вечера кто-то, видать, постарался и мог подлить ему что-то, выпивку. Это, опять же, моё личное мнение. Моя, так скажем, мысль. Я думаю, что нельзя и невозможно дойти и пройти этот путь. И потом вся тайна покрытая какими-то недоговорками, несостыковками, опять же. Очень жалко смотреть, как идут родители. В эти моменты понимаешь всю их боль и всё их горе, которое пришло к ним в жизнь. Невозможно оставаться в стороне равнодушными. Невозможно. Очень много несостыковок. И вот когда я сегодня смотрела очередной их выпуск про вот эту дорогу, мне опять подкрадываются сомнения. И я себя больше и больше убеждаю в том, что я никого не хочу убеждать. Я себя убеждаю в том и выдвигаю свою версию, опять же, для себя. Я просто делюсь с вами этим, что это было всё умышленно. Его готовили. Возможно, именно к вот такому. То, что его не могли найти, так, наверное, не надо было кому-то, чтобы его нашли. Надо было, чтобы тело разложилось. А возможно, вообще этого тела там не было. Возможно, это тело привезли потом. Тут уже у кого как фантазия играет. Но выдвигаемая версия, что он ушёл, дошёл, пришёл и лёг на это место сам, в это нельзя поверить. Как он туда шёл, как он туда бежал, под каким допингом. Это просто в голове не укладывается. Мысли только одни, что что-то ему всё-таки подсыпали. Возможно, да, на этом адреналине он бежал. Но опять же, нестыковочка. Как он добежал через все эти буреломы в кроссовках. Не состыковки с одеждой. Даже с той же футболкой. Почему, опять же, находят её родители, а не ИСКА. В этой истории очень много вопросов. И чем больше в лес, тем больше дров мы видим в этой истории. Но я никогда не смогу поверить, что Влад туда дошёл сам. Возможно, есть такие люди, которые думают, что он мог. Но я не из их числа. И меня в этом не переубедить. Я выросла в сибирских лесах. Я прекрасно знаю в разное время разную погоду. Я знаю, что такое лес. Разный лес. Разные местности. Так вот, не мог. По моей версии, он не мог туда дойти. И как его искали. Вот все искали. Даже родители говорят, они там проходили на этом месте. И не нашли. А потом он как-то оказался. И как-то пытаются преподнести сейчас эту историю, что тело их ребёнка лежало там ещё в апреле. тому свидетельство, какие-то фотографии, типа. И в это тоже не верится. Опять же говорю, это моё личное мнение. Это мои мысли, с которыми я решила поделиться с вами. Я не знаю, какой нужно обладать больной фантазией, чтобы поверить в то, что нам хотят преподнести. Поехали. 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 Продолжение следует...